Итак, коронарные проблемы онкологического пациента – это проблемы крайне многообразные. Надо сказать, что при том, что чаще всего, когда обсуждаются какие-то практические проблемы введения онкологических больных, кардиологические проблемы введения онкологических больных, то, как правило, в подавляющем большинстве случаев обсуждаются вопросы сердечной недостаточности, и левожелудочковая дисфункция. На самом деле, если, так сказать, окинуть взглядом весь пейзаж пациентов, которые лечатся от злокачественных новообразований и имеют какие-то кардиологические проблемы, то коронарных проблем значительно больше, чем проблем, связанных с сердечной недостаточностью. И препаратов, которые могут провоцировать эти коронарные проблемы, либо вновь возникающие, либо уже имеющиеся, но усугублять их течение, их на самом деле значительно больше. Значит, посмотрите, пожалуйста. Это достаточно понятно, исходя из того, что пациенты с ишемической болезнью сердца, пациенты с злокачественными новообразованиями, по сути дела, это одни и те же люди. 75% всех онкологических пациентов, в частности, в Соединенных Штатах, составляют лица старше 60 лет. Это как раз основной контингент их кардиологов, основной контингент, который болеет сосудистой патологией, в частности, коронарной. Значит, помимо того, что общие факторы риска, такие как пол и возраст, но и такие привычные для нас, то, что называется стандартные факторы риска атеросклероза, они одновременно являются факторами риска многих распространенных злокачественных новообразований. И курение, и ожирение, и диабет, и артериальная гипертония, привычные нам как сердечно-сосудистые факторы риска, это не только сердечно-сосудистые, но и онкологические факторы риска, а физическая активность, антифактор риска, фактор, который уменьшает вероятность заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями, точно так же уменьшает вероятность заболевания некоторыми распространенными раками. Мало того, что это одни и те же больные, у них часто сочетание ишемической болезни сердца, в частности и рака, но обратите, пожалуйста, внимание, у пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями, мы чаще выявляем ишемическую болезнь сердца, периферический атеросклероз, церебровоскулярный, то есть различные сосудистые патологии, чаще выявляются, чем в популяции сравнимой по полу и возрасту, то есть происходит такая, что называется, кластеризация вот этих вот патологических состояний, то есть ИБС в когорте больных с раком легкого, например, мы встретим существенно чаще, чем у таких же пациентов с такого же пола и возраста, у которых раком легкого не болеет. Ну, отчасти это действительно связано общими факторами риска, но не только факторами риска, потому что, посмотрите, пожалуйста, вот в частности, мы можем посмотреть на риск даже острой коронарной болезни или острого инсульта, риск вообще артериальных тромбозов. Обратите внимание, у онкологических больных риск инфаркта миокарда, риск инсульта, особенно в первые три месяца после установления онкологического диагноза, причем различных локализации, это и рак молочной железы, легкого, простаты, там почкинские лимфомы и так далее. Значит, в 2,9 раза выше риск инфаркта и в 2 примерно раза выше риск инсульта, особенно в первые месяцы, когда пациенты начинают лечить. И наиболее высок риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с тяжелыми, с продвинутыми стадиями злокачественного новообразования. Здесь опять-таки мы видим сочетание тяжелого сердечно-сосудистого заболевания и тяжелой стадии злокачественного новообразования, что очень существенно затрудняет лечение и от сердечно-сосудистых, и от злокачественных новообразований. Итак, сочетание ИБС и рак – это крайне частое сочетание вообще в человеческой популяции, среди пациентов, как я попыталась показать, причем ровно так же, как рак, имеет многообразные представления. Это может быть пациент, у которого рак был в анамнезе, сейчас все хорошо, он не лечится. А это может быть пациент с активно протекающим злокачественным новообразованием, который требует хирургического лечения, химиотерапии, лучевой терапии. И любая коморбидная патология, особенно сердечно-сосудистая коморбидная патология, существенно может затруднять, то есть вносить свои очень значительные поправки в эти возможности лечения активного рака. Одновременно с этим и ишемическая болезнь сердца может выглядеть совершенно по-разному. Это может быть стабильная, не очень тяжелая коронарная болезнь, иногда бессимптомная коронарная болезнь, коронарная болезнь в анамнезе у пациента, у которого уже произошла ревоскуляризация, и у него все хорошо. А может быть и не хронический коронарный синдром, как мы сейчас говорим, а острый коронарный синдром, и в том числе все вот эти коронарные проявления могут быть спровоцированы как самой опухолью, ее осложнениями в частности, так и осложнениями противоопухолевлечения, о которых мы поговорим немножко отдельно. И несколько слов о каждой из этих ситуаций. Ну, я не буду говорить о ситуации бессимптомной или хронической коронарной болезни и рак в анамнезе. Это не так актуально. А вот активный рак, требующий активного лечения, на фоне или в сочетании с хроническим коронарным синдромом. Должны ли мы делать какие-то поправки на то, что это пациент онкологический или в лечении коронарного больного? Если мы возьмем общий принцип, который вытекает, который относится ко всем пациентам, о которых я буду говорить сегодня, значит, лечение коронарной болезни, независимо от того, есть у пациента злокачественное образование, нету злокачественного образования, надо его оперировать, не надо его оперировать. Первый постулат – лечить коронарную болезнь надо ровно так же, как мы бы ее лечили пациенту, у которого никакого рака нет. Другой вопрос, что дальше начинаются нюансы. Итак, оптимальная лекарственная терапия ишемической болезни сердца, то есть та, которая позволяет облегчить симптомы, уменьшить проявление стресс-индуцированной ишемии, но и позволяет улучшить прогноз и предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы, в данном случае добавляется третье требование, и оно не третье, я бы сказала, требование, оно требование первое. Эта терапия не должна затруднять максимально эффективное для пациента противоопухолевое лечение и не должна снижать его эффективность. Значит, препараты, которые применяются симптоматически для уменьшения проявлений стенокардии, значит, они, собственно, все те же самые, которые мы применяем при лечении стенокардии у неонкологических пациентов, это огромное количество, вы видите, уже групп пациентов, и мы можем выбирать из них. Хорошо, что у нас есть большой выбор, мы можем пользоваться различными препаратами. Я выделила мегидигидриквиридиновые блокаторы кальциевых каналов только по одному. Значит, у пациентов, которые принимают полихимиотерапию, значит, вообще, на самом деле, лекарственными взаимодействиями обладают все лекарственные препараты, и мы должны думать о лекарственных взаимодействиях, исправляться в специальных справочниках, как влияют, как взаимодействуют наши кардиальные препараты и онкологические препараты. Ну, вот именно негидидриквиридиновые блокаторы кальциевых каналов, они обладают наибольшим числом карстных взаимодействий, поэтому вот если вы хотите назначить их или продолжать их назначать, вы интересуетесь обязательно, нет ли там каких-то существенных взаимодействий, которые могут нам забрать терапию. Но это все были препараты, которые не влияют на прогноз, еще раз хочу сказать. Вот вся вот эта вот огромная палитра препаратов, которыми мы можем пользоваться, мы прекрасно можем заменять один на другой при необходимости и можем отменять, если нет необходимости, потому что эти препараты в ситуации антиангинальной на прогноз пациентов не влияют, и жизненной необходимости в их приеме нет. Так что если есть необходимость отменить, в принципе, можно отменять. А вот препараты, которые необходимы для улучшения прогноза, их желательно не отменять, их желательно продолжать, желательно подумать хорошо о том, как они сочетаются с лечением онкологическим пациента. И это на самом деле очень важно, и это в большой степени будет способствовать сохранению не только поддержанию выживаемости не только сердечно-сосудистой, но и онкологической, снижать общую смертность пациента. Итак, бета-адреноблокаторы. Я тут очень вкратце написала показания. Значит, когда бета-адреноблокаторы улучшают прогноз при ЭБС, их лучше не отменять. Это у тех пациентов, у которых есть систолическая дисфункция левого желудочка. То есть наверняка они понадобятся пациентам, у которых фракция выброса ниже 40. Ну, сейчас мы немножко расширительно это трактуем. Пациенты, у которых фракция выброса ниже 50, тем не менее они облигательны при отсутствии противопоказаний. И пациентов с фракцией выброса ниже 40. Если у пациента есть симптомы сердечной недостаточности, как это часто бывает, а при этом фракция выброса больше 50, бета-адреноблокаторы не обязательны. Вы можете лечить при необходимости, они могут быть отменены. Если фракция выброса ниже 40, максимально стараться эти препараты терапии сохранить. Индибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Тогда они нужны обязательно. Они нужны при наличии, вы видите, дополнительных, если есть ИПС плюс артериальная гипертония, ИПС плюс хроническая и сердечная недостаточность, ИПС плюс сахарный диабет. Там 1А. И очень желательно, чтобы продолжали принимать эти препараты пациенты с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, если кардиолог так написал или вы сами посчитали. Статины, наконец, посмотрите, пожалуйста, тут безоговорочно. Не только больные с ИПС, у которых есть еще гипертония, или больные с ИПС, у которых есть дисфункция левого желудочка, или больные с ИПС, которые перенесли импорт миокарда подъемом сегмента СТ, все пациенты с ИПС, поскольку в данном случае мы говорим вот сейчас, у больных с хронической ИПС, все пациенты с хронической ИПС обязательно должны принимать статины при отсутствии серьезных противопоказаний. Поскольку речь идет о уже больных, у которых есть хронической ИПС, у этих пациентов риск сердечно-сосудистых осложнений по определению очень высокий. Цель протеидами низкой плотности, к которой мы должны стремиться, низкая. Цель вот эта вот ниже 1,4 ммол на литр, как бы низкая, это вам не казалось. Для нас это цели уже привычные, в общем, никого они особенно не пугают. Если эти цели не достигаются, то применяется комбинированная терапия. И, наконец, препараты антитромботического действия. Это антиагреганты в первую очередь, когда они нужны точно. Аспирин или ликопедагрель после инфаркта миокарда или ревоспомилизации, обратите внимание, здесь не написано, всем обязательно поголовно больным с хронической и шимической болезнью. Нет, не всем и не обязательно. Если пациент переносит или если есть место для этого аспирина в терапии, да. Если нет, то не обязательно. А вот тем, которые перенесли инфаркт миокарда или ревоспомилизацию, им всем. Может добавляться второй антитромботический препарат у больных с очень высокими ишемическими рисками. И на сегодня, например, это не только второй антиагрегант, но это может быть и антикоагулянт. Приороксабан по 2,5 мг в маленьких дозах в 2 раза может применяться более года после инфаркта при много сосудистом поражении. А до года после инфаркта миокарда мы сочетаем аспирин со вторым антиагрегантным препаратом. И это все, так сказать, точно так же, как написано во всех рекомендациях. Значит, обратите внимание, пожалуйста, что пациенты, которые заболевают злокачественными новообразованиями, они не у онкологических больных-то все время сокрушаемся по поводу недостаточной приверженности терапии. Пациенты, которые заболевают каким-то хирургическим заболеванием, каким-то онкологическим заболеванием, все их внимание переключено на их онкологическое заболевание, даже если это больной, который болел там инфарктом или инсультом, в общем, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основным доктором для пациента становится онколог, и пациент позволяет себе, ну, скажем так, забыть о тех других препаратах, которые он всегда принимал или ему надо принимать, либо не видит места в череде многих онкологических препаратов, которые он должен принимать, поддерживающей терапии. Он не считает нужным, что… То есть он временно, пациент болеет раком, и он уже не болеет ишемической болезнью сердца. Так вот, поддержание приверженности препаратам, которые улучшают прогноз у пациента, который болеет ишемической болезнью сердца, это одна из важнейших задач не только кардиолога, до которого этот пациент может просто не дойти, а онколога, который должен поинтересоваться, какие вы принимаете препараты, всячески способствовать тому, чтобы пациент продолжал их принимать. Обратите внимание, приверженность к приему ингибиторов АПФ или сортанов и бета-блокаторов первые 4 месяца после установления диагноза рака составляет всего треть. Значит, треть больных только принимают препараты, которые жизненно для них необходимы. И вот и госпитализации по поводу ишемической болезни сердца. Первые 4 месяца после установления диагноза рака составляют более четверти. И по поводу рака больной начинает лечиться, а выясняется, что ему надо каким-то образом коррегировать его сердечно-сосудистые состояния, возможно, у вас трикоронарный синдром случается, то есть то, что могло бы совершенно не случиться, если больной просто продолжал принимать свои стандартные препараты. Итак, обязательно продолжать жизненно необходимые препараты сердечно-сосудистые, несмотря на то, что появилось новое второе заболевание. Риск практически вдвое возрастает в сердечно-сосудистых событиях у пациентов, которые бросили принимать этот препарат. Ну и, наконец, говоря, завершая разговор о статинах вот в этой ситуации, довольно часто, называя вещь своими именами, не только пациенты боятся статинов, но и врачи, которые лечат, боятся статинов. Действительно, печёночные и побочные эффекты существуют, существуют они нечасто. Несомненно, в данном случае мы должны также учитывать возможные печёночные и побочные эффекты препаратов противораковых. Но это, во-первых, не очень часто, и надо ещё убедиться в том, что у больного что-то будет. А во-вторых, статина на сегодняшний день многими исследователями относится к противораковым препаратам дополнительным. Они позволяют справиться с химиорезистентностью, часто назначаются как дополнительные препараты именно для повышения эффективности противораковой терапии. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь представлены метаанализ, большой, огромный метаанализ применения статинов при различных видах рака. Здесь нет сердечно-сосудистых исходов. Здесь сплошь исходы, связанные с локачным новообразованием. Вы видите, что частота всех этих исходов, включая общую смертность, существенно снижается у пациентов, которые принимают статины, в сравнении с пациентами, которые статины не принимают. Показания кривоскулиризации у хронического больного. Довольно часто пациент, которому грозит, скажем так, не только в лечении, лечение хирургическое по поводу рака, но и лечение активное, химиотерапевтическое. Значит, вот этот вот диагноз, поставленный в ишемической болезни сердца, ну, несколько, так сказать, снижает вероятность того, что и больного с оперируют, что будут проводить химиотерапию. Понятно, у такого больного сердечно-сосудистые риски выше. Но это совершенно не значит, что всех этих больных непременно надо перед лечением оперировать. Значит, подходы к кривоскулиризации ровно те же. Значит, выявить, во-первых, есть ли у больного стонокардия, есть ли документированная ишемия миокарда. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь показаны больные, у которых документированная ишемия миокарда. И если есть большая область ишемии или большая область, где, так сказать, низкий резерв кровотока, тогда, да, этому больному показана ревоскулиризация. Значит, ревоскулиризация показана также больным, у которых большой стеноз, то есть более чем 90% стеноза одной из значимых артерий. Значит, если у пациента хроническая коронарная болезнь, нету больших вот таких критических стенозов, нету огромной площади ишемии при стресс-индуцированном тесте, то до начала онкологической терапии совершенно необязательно этих больных ревоскулиризировать. Их полагается лечить консервативно. Значит, другая ситуация – острый коронарный синдром и рак. Понятно, что если речь идет об остром коронарном синдроме с подъемом сегмента СТ, то ничего не обсуждается. На первое место выходит опасность, связанная с инфарктом, и больной подлежит вазивному исследованию и, вероятнее всего, так сказать, инвазивной тактике лечения. У больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ. Мы оцениваем риск их по теме, вот они, показатели риска. Если риск ниже 3 баллов, то это оптимальная терапия. Если выше 3, то ранняя инвазивная тактика, и она может быть разной после коронарографии. Это может быть все-таки выбор в пользу оптимальной терапии, в пользу стентирования и в пользу коронарного шунтирования в последующем онкологическом лечении. Если мы не видим обструкции, то это, вероятнее всего, стресс-индуцированная ишемия, стресс-индуцированная кардиомиопатия до концуба. Ну и сейчас есть некоторые другие, так сказать, зоологии, можно сказать, которые я сейчас не буду углубляться. Одно но. Эти пациенты могут быть часто достаточно с тромбоцитов и ней. И вот здесь указаны те уровни тромбоцитов, при которых возможно то или иное смешательство. Значит, стентирование возможно при уровне тромбоцитов выше 30 тысяч, а ортокоронарное шунтирование при уровне тромбоцитов выше 50 тысяч. Ну и аспирин, другие антиагреганты допускаются при уровне тромбоцитов больше 10 тысяч. Значит, длительность антитромботической терапии после острого коронарного синдрома без подъема или с подъемом сегмента СТ. Вы можете посмотреть все это в рекомендациях в текущих. И оптимальная длительность, конечно, 12 месяцев. Вы посмотрите, пожалуйста, у пациентов со злокачественными опухолями. Целесообразно минимальная возможная продолжительность двойной антиагрегантной терапии. И сейчас все больше и больше исследований, которые говорят о том, что это достаточно безопасно. Есть ситуации, когда нам приходит, когда у нас есть только месяц после операции, вы видите, вот с очень высоким риском. Здесь зависит конкретное решение от пациента, от его, так сказать, ситуации с раком и ситуацией с ишемической болезнью. При этом давайте не будем запоминать, рано отменяя двойную терапию, что злокачественное новообразование это один из наиболее важных факторов, один из наиболее важных предикторов тромбоза стенда. Здесь, к сожалению, достаточно высок риск тромбоза стенда. Ну и несколько слов о сосудистых осложнениях противополиопрепаратов. Огромное количество противополиопрепаратов вызывают, либо индуцируют уже имеющиеся, так сказать, провоцируют клинические проявления уже имеющейся в коронарной болезни, и это чаще всего. Некоторые сами по себе являются индукторами атеросклероза. Значит, у всех пациентов, с этим, которым либо проводилось, либо уже планируется только еще кардиотоксичное лечение, сердечно-сосудистый риск ведут и оценивают как высокий, сердечно-сосудистый риск после назначения препаратов может быть долгосрочным, может быть приходящее повышение риска сердечно-сосудистых осложнений. Есть препараты, которые вызывают надолго, по сути дела, пожизненное повышение риска сосудистых осложнений. И когда мы вообще собираемся назначать препарат с, возможно, вазотоксичным эффектом, мы сначала должны оценить риск по сердечно-сосудистой до лечения, с помощью нехитрых приемов выявить ИБС, хотя бы задать вопросы, и рекомендовать больному агрессивную модификацию факторов риска при необходимости назначать лекарственную терапию для контроля гликемии, контроля липидов, контроля артериального давления. На самом деле это очень простые подходы, которые очень эффективны в плане предотвращения сосудистых побочных эффектов терапии. Ну и все препараты, которые склонны вызывать ишемию, они делятся на несколько групп в зависимости от механизма, по которому они вызывают ишемическую болезнь сердца. Это либо ускорение атеросклероза, либо артериальные тромбозы, острые вазоспазмы. Вы видите примеры здесь препаратов. И везде стоит, везде, во все рекомендации о профилактике включены нудные наши разговоры о профилактике атеросклероза, то есть общие подходы к профилактике сердечно-сосудистых событий. Ну не говоря уже при остром артериальном тромбозе и тревоскулеризация, а при остром вазоспазме, вот пример больного с острым вазоспазмом, вы должны отменить препарат, назначить препараты с вазодериотирующим действием, мониторировать больного. Если не сильно надо повторять назначение в ваших препаратах, то мы назначим привитив кальциевые антагонисты, будем мониторировать пациента, но если этот препарат ранее вызывал у нас инфаркт миокарда, то будем всячески стараться назначить какую-то альтернативную терапию. Пациенты, которые получали или получают химиотерапию, им рекомендуется по сути дела пожизненное наблюдение, в том числе в плане сосудистых побочных эффектов, пациенты, которые получали или получают лучевую терапию, которую вы видите, в разы, по сути дела, повышает вероятность ишемических событий. На каждой один грейм риск коронарных событий возрастает на 7,4%, и постслучевая ишемическая болезнь сердца может возникать в молодом возрасте, с течением времени нарастает эта вероятность, и подходы, скажем так, к лечению стандартные, помимо ревосклеризации вот этих больных ревосклеризировали, опять-таки мы рекомендуем модификацию образа жизни и стандартные подходы, поскольку стандартные факторы риска имеют очень большое значение. И точно так же вы видели такую же картиночку наблюдения больным рекомендуемое, который получал в вазоактивную химиотерапию, точно такое же пожизненное наблюдение периодическими, в том числе нагрузочными тестами, рекомендуется пациенту с вешим лучевую терапию на грудную клетку. Одно покажу новое исследование сегодня появилось, является все больше и больше исследований, которые говорят о предсказывающем значении коронарного кальция. Пациентов рекомендуют мониторировать в том числе коронарного кальция. И для лиц, которые перенесли излокачественное новообразование в детстве, в том числе получали лучевую терапию, получали терапию вазоактивную с возможными сосудистыми побочными эффектами, мы можем воспользоваться рекомендациями для лиц, переживших рак в детском возрасте и использовать в том числе калькулятор риска развития инфаркта миокарда, инсульта до достижения возраста 50 лет и предпринимать до того еще какие-то профилактические мероприятия. Большое спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...